Во дворце школьников открылась международная выставка «Первый Гагарин и Куба» в рамках празднования 60-летия полета Юрия Гагарина. Уникальные фотографии высланы из города Москвы, Российским обществом дружбы с Кубой и Ассоциацией планетариев России. Тему продолжит наш корреспондент. История жизни Юрия Гагарина насыщена огромным количеством событий. На выставке представлены 40 черно-белых уникальных фотографий. Первый – Гагарин и Куба, посвященные дружбе первого космонавта с Кубой. С 1964 по 1968 годы Юрий Гагарин являлся первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы. Основная часть снимков сделана во время первого визита космонавта на Кубу. На данных фотографиях мы можем увидеть уникальные события. Например, как организовывалась данная организация РОДК, встреча Юрия Алексеевича с лидерами Кубинской революции Острова Свободы, с Фиделем Кастро, Эрнестом Чагеваром, с простыми кубинскими гражданами. Мы можем увидеть, как встречали Юрия Алексеевича на аэродроме под проливным дождем. Первого кубинского космонавта о нем как раз рассказывал Гагарин, что обязательно и ваш космонавт полетит в космос. И это действительно сбылось в 80-м году. Кубинский космонавт действительно полетел в космос. Человек эпохи. Гагарин стал символом достижений всего человечества и положил начало освоения космоса. Данная выставка пройдет в 60 городах России, а также в Гаване и в двух городах Казахстана – в Павлодаре и Актобе. В канун Дня космонавтики прошел международный онлайн-форум по космическому образованию на тему «Дорога в космос». На прямой трансляции из города Байконур выступил действующий космонавт Казахстана Айдын Аимбетов, который рассказал о перспективах развития космической отрасли. Есть ли жизнь на других планетах – вопрос, не дающий покоя миллионам людей и мечтающих принять участие в освоении пространства Вселенной. В форуме принял участие и воспитанник астроклуба «Антарес» Ирназар Шукенов. В будущем он планирует стать авиаинженером. Обычно мусор у нас производится от спутников или от других планет. Также метеориты бывают к нам на орбиту, падают, тем самым разрушая нас озоновый слой. То есть на данный момент большинство ученых решает данную проблему, хотят придумать какой-нибудь новый аппарат для уничтожения космического мусора, потому что это считается одной из глобальных проблем. В знаменательный год, 60-летие начала эры космонавтики, особенное внимание уделяется первому космонавту Земли. Интерес к его личности не теряет актуальности по сей день. К сожалению, выставка из-за карантина ограничена и доступна онлайн на странице Дворца школьников.